Тут многие фотографии. Это, значит, вот чемпионы Украины, 1961 год. Значит, тут две команды. СКА Одесса заняла, если не ошибается, второе место в первой лиге. Мы заняли четвертое место и вышли в высшую лигу. Это очень хорошая фотография. Фотография 1961 года. Значит, сзади Пузыч, заслуженный мастер спорта, и я игрок черноморца. Я забираю у него мяч и делаю продольную передачу. Если слышен на трибунах рев, значит, гол забил Чеботарев. Леонида Федоровича фанаты любят до сих пор. А раньше на соборке обсуждали его неуступчивость и бойцовский характер. Кроссы бежал первым, 100-метровку был первым. Везде я старался быть первым. Начинал Чеботарев в Одесском металлурге в середине 50-х. Его первый тренер Владимир Золотарев. Но особенно запомнился период, который ветеран провел в СКАЕ Черноморце. За армейцев два сезона, за моряков пять лет. Особая была и атмосфера дерби. Нас называли утопленниками, а их называли мобутовцами. Это была атмосфера очень такая, ну, насыщенная. Некоторое время, когда мы плохо играли, нам выбрасывали круг спасательный на поле. Молодцы, спасательцы, товарищи. Сейчас, как считаете, нужно выбрасывать? Сейчас не только нужно круг выбрасывать. Мне сейчас нужно, кажется, круг и парашют выбрасывать. Сегодня молодым футболистам не хватает самоотдачи, считает Леонид Федорович. Все-таки футбол для того, чтобы играть, надо много работать над собой. Очень много работать. Это режим. Это, говорится, тренировочный процесс. Это, говорится, если хочешь пойти с девочкой где-то погулять, пойти в кино, в театр, да. А тебе в этот день тренировка, да. Конечно, я отдавался тренировке. Одни из главных достижений – победа в чемпионате Украины в 61-м и выход в первую группу класса А в 64-м. Но и конкуренция была другая. Тренер команды, да, это тот человек, который должен из ничего что-то сделать. Фактически у нас в 61-м году, да, от нас ушло с черноморца, да, полкоманды. Кулагин, Пивиков и многие-многие другие. И когда мы пришли в эту команду, я пришел, Коля Молочков, Паша Мельчанский. Мы же не знали, что мы станем чемпионами Украины. Мы не знали, что мы выиграли высшую лигу. А мы выиграли по-честному высшую лигу, да. Мы этого не знали, да. Но мы знали, что нужно играть, что нужно стараться, что нужно добиваться тех результатов, которые нужны болельщику. А Одесса – это великая держава, это великий город, это спортивный город. Больше всего Чеботарев выделяет период работы под руководством тренера Всеволода Боброва. Он говорит, вы профессионалы, вы должны сами самостоятельно себе готовить. Потому что, говорится, тренер за вами не уследит. А вы должны следить. Питание, отдых, тренировочный процесс и многое-многое другое. Ну и не прошли даром походы всей команды в оперные, театры и кино. А помимо футбольных умений у форварда открылись и вокальные таланты. Я люблю эту женщину очень, но она не моя, не моя. Дмитрий Богомолов, Вячеслав Кульчицкий, Константин Нищерет. Телеканал «Репортер». Нашего большого футбола в городе Одессе.